Привет, дорогие мои! Канал Германа Черногории. Сегодня мы поговорим о сербском языке, или черногорском языке, или о сербско-хорватском языке, но не как профессионалы, потому что мы вообще не профессионалы, а как... Аматоры. Наблюдатели, наблюдатели, созерцатели сербско-черногорского языка, а именно каких-то смешных моментов, которые встречаются нам в этом языке. Всем привет! Привет, это Аня, редактор канала Германа Черногории. Это Герман Германа Черногории. Да, не надо нам сразу говорить, что мы плохо знаем язык, некомпетентны. Мы и не претендуем. Это более развлекательное видео, чтобы вас повеселить приколами сербского языка. Как ты учила сербский язык? И учила ли ты его вообще? Нет, я не учила, я просто пришла поумничать, знаешь, на камеру. Я когда приехала, то я попыталась сейчас вспомнить, наверное, занятий 20 взяла сербского языка, плюс-минус так, как мне кажется. Но у меня история же о том, что мама жила до моего приезда в Черногории года 4, и первый год, когда она здесь жила, она мне все свои письма, когда писала, вставляла сербские слова. То есть на самом деле у меня бумагаш сербских слов был намного раньше, до того, как я сюда приехала. Где-то 20 занятий я взяла, дальше мне показалось, что можно просто узнавать какие-то слова, ловить их там на лету и как-то этим обойтись. Это если я, ну, как бы я не работаю с черногорцами, мне не нужен черногорский язык по работе. Поэтому, в принципе, для бытового уровня магазин, автобус, что-нибудь такого рода, этого вполне достаточно. Ну, разве что, если сдавать этот экзамен, то, наверное, надо подучить, а так, мне кажется, нет. С репетитором просто на дому учила. А тебе понравился уровень преподавания языка? Вот, кстати, из-за уровня преподавания я и прекратила учить сербский язык, потому что, ну, вообще-то я много языков учила. У меня в школе был французский, английский, немецкий. Потом я учила английский дополнительно в ретишканцл, испанский учила. На Кипре жила греческий учила, теперь сербский. С одной стороны, может быть, я выдохлась немножко в изучении иностранных языков, ну, как бы, дайте паузу сделать в этом изучении. А с другой стороны, я привыкла к тому, что есть группа, есть план занятий, есть там из серии через две недели тест промежуточный, в конце тест обязательный, выдают сертификат, что всех проверяют домашнее задание. Я привыкла к такому, ну, достаточно академическому, да, преподаванию, к учебникам, которые, вот, как там, английский эти, Катин Кейдж, ну, вот эти все классические, да, когда тетрадка с заданиями. А здесь получается, что, ну, вот таких вот групповых занятий, ну, наверное, даже нет, если ты сам не собьешься в какую-то группу. Я думаю, что есть. Ну, может, под Горец, ну, что, в Герцегнове точно нет. Раднички факультет. Групповые занятия языком. Ну, может, окей, ладно. Вот с репетитором мне как раз... На факультете студенты тоже групповые занятия языком. Ну, слушай, слышали мы про уровень этого преподавания. Сами студенты сказали, что лучше туда ходить не надо. Ну, как бы, да, не надо. И для меня вот этот вот индивидуум, когда ты сам приходишь к репетитору, мне это напрягает. То есть мне нужна группа, причем, я же говорю, мне нужны вот эти вот тестовые задания. И поскольку я на тот момент не нашла этого в Герцегнове, то я и прекратила. Оно, наверное, нормально, но... Ну, вот, кстати, вот минус, как по мне, преподавания сербского языка в Черногории – расслабленность. Вот нету вот этого учить, учить, учить. Поэтому нужно учить черногорский язык в Черногории, тогда все будет лучше гораздо. Ну, все равно не преподают сербский, ну, да, как бы. Матерный язык. Да, не хватало вот именно какой-то строгости, наверное. Вот мне именно строгости не хватило, и вот я, собственно говоря, и это отпустила. Хотя многие жалуются, говорят, что им наоборот строго, сложно. Сейчас я расскажу все-таки, как я учил язык, если кто забыл. Потому что я об этом уже, наверное, миллион тысяч раз рассказывал. Вот, я просто нанял репетитора себе из Сербии на зарплату и занимался каждый день по много-много часов. Наверное, это не очень хороший способ. Но зато я за месяц, в принципе, освоил все, что мне нужно было, все азы. Ну, за два. За два, и, в принципе, больше я его никогда не учил. Вывела ты для себя какие-то основные правила изучения языка? Слушай, мы к репетитору ходили вдвоем с подружкой, чтобы хоть как-то было веселее. И мы прикалывались, что когда ты только приезжаешь в Черногорию, еще не знаешь язык, но пытаешься разговаривать. И мы для себя определили три или четыре правила, да, что вначале, если ты что-то хочешь сказать по-сербски, не знаешь как, ставь ударение на первый слог. Ну, как бы там, в 90% случаев проканает, и окажется, что так и есть. Да ладно, не в 90%, а в 50% случаев. Если ты как бы... В 70%. Ну, допустим. Если ты поставил ударение на первый слог, но тебя черногорец все равно не понимает, попробую брать какие-нибудь гласные. Ну, как у них крыф, крыст, да, вот эти вот все слова. То есть гласные поубирай, то есть того же слова, и получится плюс-минус, там тоже сербское. Окей. Черногорское. Если этот вариант не проканывает, попробуй буквы местами поменять. Ну, как, ну, все, све, да. То есть, в принципе, там, большинство диалогов на первоначальном уровне можно как-то вот таким вот образом вырулить. Ну, а потом, конечно, если уже все эти правила не сработали, то достаем блокнотики, тетрадки, ручки и записываем, да. Мать-часть. Ну, слушай, еще помогают английские слова использовать. Да, да, ну, вот мы с тобой чуть позже поговорим про слова из других языков в сербском языке. А так, какие правила? Да, слушай, просто говорить, не бояться. Вот я знаю, что очень многие, кто сюда приезжает, особенно кто учит, ну, там, примем английского в школе, да, например, первый иностранный язык, есть вот эта вот постоянная боязнь говорить, совершать ошибки. Для меня, поскольку это шестой иностранный язык, то вот чувство стыда пропало давным-давно. Правильно, неправильно, говорят, не говорят. Вот знаешь, когда вот люди тут говорят, что они, мы постоянно видим там в глазах черногорцев или там сербов, что мы что-то неправильно сказали, и они сукаризны на нас смотрят. Я ни разу за три года не увидела никакую укаризну. Я, наверное, просто даже не пытаюсь ее увидеть в глазах. Главное, не пытайся покупать спички в магазине. И курицу, да? Да, и тогда все нормально будет, и не будут смотреть. Главное, не бояться говорить, я очень от многих слышу здесь, что, ой, мы боимся, мы там, не знаю, как там, окончание какое-то. Господи, да какая разница, говорите, да, там все равно вас поймут, улыбнутся, и будет нормально. Я реально, я ни разу не встречала, чтобы кто-то на меня посмотрел, о боже, она не то время употребила, или там не то окончание. Мне кажется, люди когда, ну... Слушай, с учетом того, что тут есть такое понятие, как бурджани, это люди с гор, это люди, которые говорят на собственном языке очень плохо. Ну да, да, да. Поэтому здесь очень много всяких, да, горцев, которые говорят сами, и падежи неправильно используют, и слова склоняют неправильно, и так далее. В Черногории, я так понимаю, самый чистый и красивый язык на побережье и у Бакелии, ну, а в основном у Бакелии. А на самом деле подгорячане, они экают, и у них, и они разговаривают, знаешь, как будто, как будто, знаешь, там, как если сравнивать с русским, старовка, старовенька, приболела, так полечися. Вот это, вот реально, они вот с такими этими интонациями, я вот сейчас в Подгорице был, да, два дня, я реально наслушался этого, он реально у них другой. То есть у них вот это, это какой-то, знаешь, какой-то Вологда, вот, вот, как это, Воложский акцент, вот такой, знаешь, Вологда. Ну, у нас мягко, да. Как этот Парфенов умеет на таком разговаривать русском языке. Расскажи мне, помогало ли тебе, помогает, помогало ли тебе знание украинского языка в изучении черногорского, сербского? Украинский язык помогает понимать однозначно, особенно, когда читаешь, помогает, быстрее запоминаешь слова, потому что находишь какие-то ассоциации, да, но он играет в злую шутку одновременно, потому что, например, когда вот особенно ты только приезжаешь, и ты думаешь, а, украинский язык похож на сербский, сейчас я скажу что-нибудь на украинском, и меня обязательно поймут, не поймут. Ты поймешь, что тебе скажут, ты какой-то найдешь, ну, сейчас пройдемся по каким-нибудь примерам. Ну, вот, например, какие там слова, ну, вот, например, в том же самом магазине здесь грибы печурки, да, на украинском печурыце. То есть, понятно, что ты очень быстро запоминаешь. Тут брашна, мука, в украинском языке борошно. Действительно, есть слова, которые очень, но если я подойду и у черногорца спрошу, типа, доли им это борошно, он меня не поймет. Сто процентов. Он не будет, или я спрошу, типа, доли им это печурыце, он не поймет, что это, типа, я говорю на каком-то, сейчас сказал на каком-то языке, похожем на черногорский, он должен догадаться, нифига такого не будет. Сто процентов. Причем, я тебе хочу сказать... Даже я могу тебе сказать, что вот у нас, например, здесь чекай, да, ну, подожди, в украинском, чекай. Даже если я скажу чекай... Он тебя не поймет. Он меня не поймет. И это действительно смешно наблюдать, когда украинцы пытаются говорить на украинском, на них стоит, смотрит там черногорец, и он вообще ничего не понимает. Черногорец, он не знает в моменте, что наши языки похожи, ему надо догадаться, какие-то буквы убрать. Я не знаю, это связано, наверное, с каким-то, ну, менталитетом, какими-то у них, не знаю, может быть, потому что... Ну, у них вообще очень сложно, вот, слушай, даже с ударениями, вот мой любимый пример. Я когда приехала, и там, например, сажусь в такси и говорю, бульвар, петля, да, я вот имя говорила, петля, как у нас ударение. На меня такси смотрит, куда? Я говорю, ну, петля. Я ему и так, и так, я уже начинаю объяснять, ну, там это, то, то, что находится. Он говорит, а, петля? Я думаю, да ты издеваешься надо мной. Но я сказала, петля, а петля, ну, ты таксист, что в этом городе, маленьком герцегнове еще может быть похоже? Они не понимают. Слушай. Я эту ошибку делала раза три, пока я уже сажусь такси, так, так, петля, они, а, петля, скажи, петля, не понимают. Я, знаешь, думаю, что потому что мы родились, да, в многонациональной стране, где очень много языков было, да, намешано. То есть всего лишь ударение не туда поставлено. И поэтому, наверное, мы с детства привыкли, что нужно иметь, так сказать, открытый ум, да, что даже если человек говорит не совсем правильно, ты его должен понимать. А у них, типа, здесь был практически одинаковый язык, ну, если не брать, там, ну, Македонию, да, и Словению. То есть они, в принципе, все примерно говорили на одном языке, и у них просто, наверное, не сложилось в голове, что можно как-то по-другому говорить. Ну, вот, некоторые слова я даже понимаю, что я их запоминаю, но даже... Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Почему черногорцы и сербы не понимают, когда говоришь не с тем ударением... Да, всего лишь не с тем ударением. Да, и не с той... Вот очень много слов знаешь в черногорском, когда ты даже не сразу осознаешь, что они на... Ну, похоже с украинским, потому что для меня такие, ну, вот, например, дозвола, да, разрешение. Украинском дозвол, то же самое там, ну, то, что чекоты, у нас чекаты ждать, корыститы, да, используют на русском, у нас корыстоватысь. И я даже не сразу понимаю, что эти слова... То есть я просто их очень быстро запоминаю, но они для меня идут по аналогии. И, то есть, действительно, украинский язык помогает. Но есть, у меня есть три слова, просто фатальных в украинском языке. Самое... Причем, вот, про первое слово, ну, в украинском это година, в черногорском година. Пишется одинаково, но произносится по-разному. Когда я когда-то пост написала в инстаграме или в фейсбуке, несколько человек мне написали вот с Украины, что вот то же самое делали. По-моему, значение другое еще. Да, година это... в сербском это год, а в украинском година это час. И это действительно классическая ситуация, когда ты куда-то приходишь, и тебе говорят, что там, например, сейчас занят, и ты не могли бы подойти там позже. И ты на автомате выдаешь фразу «Я буду заедну годину». И тут ты видишь вот такие вот просто округляющиеся глаза у черногорца, потому что в его понимании ты, наверное, просто этот гений тайм-менеджмента. Ты вот такой просто знаешь, ровно через год в это же время будь здесь, я подойду. И по вот этим вот округляющимся глазам я понимаю, что что-то не то. Я такая, ну, боже, я же ему сейчас сказала, что я буду через год, а не через час. Я такая, ой, там, заедно. Это реально, это так смешно. И вот многие украинцы на вот это вот слово именно ошибку делают. Потом у меня была смешная тоже ситуация, что я в каком-то магазине зашла, и что-то я там смотрю юбку, и мне так настойчиво достаточно, там, эта продавщица говорит, ну, может, вам другой этот цвет или размер принести, и говорит, сукня, сукня. Повторить? Наверное. Или давай так оставим, давай оставим. И она говорит, сукня, сукня. Я думаю, типа, ну, я же юбку смотрю, думаю, почему она мне сукню предлагает? Она прям так настойчиво, думаю, да мне же платье не надо, просто в украинском языке сукня – это платье. А в сердце там сукня – это юбка. То есть, знаешь, вроде бы та же самая, ну, гардероб, вещи, но другое значение. И вот самое мое любимое, я год неправильно воспринимала это слово «уживайте». Причем мне немножечко странноватым казалось. То есть, когда официанты часто приносят, да, вот ставят напитки и говорят там «уживайте». Я еще все время думала, ну, как бы логично, думаю, зачем вы это говорите. Просто прикол в чем, что в «живаты» в украинском языке – это как «употребляйте». То есть, в принципе, я понимала, то есть, что он ставит мне бокал и говорит «употребляйте». И я все время думала, ну, как бы, ну, логично, ты мне принес, я буду употреблять, зачем мне об этом говорить. А это, как enjoy, ну, наслаждайтесь, да? Да, 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 да. То есть, в принципе, и то, и то, и то перевод, он… Она статив не видит принципиально. То есть, и тот, и тот перевод, они как бы подходят. Но просто «употребляйте» – это достаточно, так фигля мне это сказал, а enjoy – это совсем другое значение. Какие были смешные ситуации, связанные с сербским языком? С сербским языком? Ну, помимо с украинским языком, слушай, ну, наверное, это вот моя любимая история, когда я приехала на шиномонтаж к албанцам. Это же отдельная песня, да, албанцы, говорящие на черногорском языке. Да, нормально они говорят. Ну, слушай, нормально, но ты просто все эти чакры активизируешь, чтобы понять вообще, что они тебе говорят. И мне нужно было этот… Как она называется? У нас забыла как… Ну, это запаска-колесо, да? Что-то мне тоже не надо было сделать. И я думаю, как им это объяснить? Мало, да, там… Думаю, ну, вот это маленькая по размеру, он меня смотрит, не понимает. Друга какая-то, другая, какие-то еще слова подбираю. Чувак реально так на меня смотрит, смотрит, потом такой резервно. Я такая… Точно думаю, как я не догадалась. А я там, ну, знаешь, уже чуть ли не это крокодила изображаю игру, пытаюсь объяснить. Но вообще, кстати, именно на этих автомастерских, мне кажется, вот за один приезд туда ты изучаешь просто как полгода у тебя курсы сербского языка. Потому что чаще всего там работают люди, которые ни английский, ни русский не знают, никакой не знают. И у тебя просто такая активизация мозга, или ты вспоминаешь все слова, все выражения. Это какой-то шейминг, вот прямо сейчас ты включила. Ну, это потому что действительно так. Профессиональный шейминг. Нет, ну, блин, ну, то есть реально, слушай, ты приехал и тут же изучил просто кучу… Я не знаю, будет у нас это дальше, нет. Давайте я расскажу лайфхак, так сказать, от нашей семьи. Если ты не знаешь какого-то слова, то начинаешь играть в крокодил или нет. Как это, когда объяснять надо слова? Крокодил, я же говорю, что я уже этому чуваку с резервной вот этой вот… У меня мама хотела, ты эту историю, по-моему, знаешь, теплицу хотела построить. Не помню. И она пришла в магазин, и она не знает, как теплиться по-сербски. И прямо, ну, это слово такое, понимаешь? И она стала показывать. И она такая говорит, у меня дома живет помидор. У меня дома парадайз, да. Ему нужен домик. Домик для помидора. То есть куча за парадайз. А ему пластиник. Пластиник, да. Ну да, да, да. Теплица – это пластиник. Поэтому главное не стесняться. То, что я там для себя учу слова, знаешь, как делю, когда там их учила, выписывала по нескольким категориям. Когда слова имеют абсолютно не то значение, да, которое, то есть с нашим языком звучит одинаково, но абсолютно другое значение. Потом слова, которые очень логично быстро запомнить, что это. Ну, вот, например, ходник, коридор, да. Ну, то есть логика, да, ходить. Или там пианино, клавер. То есть клавиша. То есть есть такие слова, которые абсолютно не такие в нашем языке, но не очень быстро запоминаются. Как ты сам, кстати, я пришла и тоже пыталась это, ну, быстро там можно было объяснить, что мне лампочка. нужна была ничего такой смотрит типа вся и лица думаю сиялится ну да как бы сияет да то есть действительно очень как бы легко и быстро запоминать какие-то самом деле когда ты приходишь на автосервис ты не сербский закончишь а немецкий в основном ну да 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 кстати я даже бумага бутбампер но уже забыла как броник да точно да но тоже логика какая-то в этом есть броник защищает да да из тех слов которые вот абсолютно нет не то значение да и когда помимо вот этих всех там по нас до вот этих ролев пролив всех этих классических которые там все пукнуты до толопнуть но полковника самая не толерантная шутка это когда шутят про гей-парад парада понуса в том плане что у нас это гордость по-сербски а по-русски звучит что это парад людей у которых понос вот поэтому это да не толерант конечно классический право это прямо данный вот это кстати офигенно да как право это десно а право это прямо ну когда классика когда люди заказывают в кафе бокал вина им приносят графин вина потому что бокал это графин да а бокал это чаша а чашка это шоль я ну то есть да вот эти когда-то достаточно быстро все выучивают потому что ну как бы сразу есть еще бакельское слово год а ну-ка то что бар год вот это мне ты рассказывал и кригу кригу это на севском а на бакельском это год ну вот то что большая кружка скупа это дорого да то есть какие-то слова которые ну имеют совершенно другие значения ягодицы это что подожди это другая часть это счет это щека щека да то есть есть такие слова которые ну или ягода клубника действительно то есть ты в принципе тоже их быстро запоминаешь потому что звучат они также но имеет абсолютно другой смысл годится интересно по сербски я тоже вот это дупо задница в новостях кстати когда слушаешь там по какому-то радио то есть часто очень звучит безбедность безбедность да а безбедность это безопасность ну то есть такое как бы почему безбедность это безопасность обезберить и это обезопасить да да ну и сообщил класс классическая это странный язык да иностранный язык типа странный но странный и вот эта классическая в этом году кстати подожди как она там звучит правильно то что у нас а сейчас преступно година, высокосный год. Ну, как бы, преступно, да? А, кстати, вот тут мне не понятно, потому что преступница это заявление. Ну, по-моему, преступно година. Я вот, честно, не знаю. В начале года многие писали, особенно, когда ковид пошел, типа, 100% преступного. Преступница, это заявление, это то, как, когда ты, допустим, заявление подаешь в банке на открытие счета, у тебя напишется преступница. Вот такой, я не преступница, такой нет, все легально. Ну вот еще мне тоже нравится, как, это, кстати, девушкам надо знать, а то могут как бы с подарками в пролете быть, что жемчуг это бисер, да, а бисер это жемчуг, то есть наоборот. Жемчуг это бисер, а бисер это жемчуг. Да, то есть как бы поменены местами, ну то есть знаешь, когда там девушка просит подарить ей там перлы, а ей там жемчуг подарят этот бисер, ты же просила, грубо говоря, потому что подменены. Поэтому просите золото и бриллианты, не выделывайтесь. Ну, кстати, я тоже, например, недавно узнала, что... И у них есть имя бисерка. Бисерка? Да, жемчужина. А, ну да. Бисерка, да. Ну или вот у нас в Герцегнове есть... Очень селячка имя такое, цыганское. Пляж жала, но я как-то, ну жала и жала, я это воспринимала, ну там, как жала. А сын, в общем, я не сильно думала, но я узнала, что это галька. Серьезно? Вот этого я не знал, прикинь, прикинь. То есть я думаю, а, ну логично, думаю, раз это пляж, галька, но я как бы даже не думала, а я где-то что-то читала, и я поняла, что смысл слова другой. Думаю, при чем здесь вообще это галька? Так что этот анекдот про Штирлица сразу меняет смысл, да? А, ну еще смешная история, потому что в сербском языке же много вот этих вот слов, где вообще нету гласных. Вот слово «твердый», вот я считаю, что вот в сербе... Тврд. Или еще... Чиврст. Чиврст. Вот чиврст. Ни одной гласной буквы. Вот именно в этом слове это идеально, я считаю, просто. Чиврст, да. Ну да, вот пырст, у меня была очень прикольная история со словом, сейчас, вот, а вот «грб». Бегу я по Герцегнове, недалеко от Градской Кафаны, и там вижу какая-то надпись «грб». Угу. Я так мимо пролетаю, думаю, почему про какой-то гроб у нас пишут? А нас перед этим еще, помню, мощи святого этого Леопольда привозили. Люди ходили, думаю, господи, то мощи привозят, то гроб какой-то, думаю, что за фигня? Я возвращаюсь, а там, я начинаю понимать, что там изображен, написано «грб», но это имеется в виду герб, потому что там герб какого-то семейства, что-то про это семейство. Я еще такая думаю, ну, прикольно, то есть я абсолютно в другую букву подставила, а потом я рассказываю эту историю, а родители, по-моему, говорят, так еще может быть и горб, и гриб. То есть при «грб» ты реально… Про «гриб» точно не знал. Нет, я имею в виду, что когда написано «грб», мы можем туда подставить разные буквы, и в нашем понимании это будет и гроб, и гриб, и герб, и горб. Окей, и горб. Вот действительно, вот просто от того, какую букву мы подставили, какое абсолютно другое значение. Какие слова используются в сербском языке и из других языков? Слушай, самое интересное было, что после трех лет изучения греческого языка, я никогда не думала, что он может пригодиться в Черногории. Ну, понятное дело, что там есть всякие демократия, политика, педиатрия, все эти слова там понятно, что из греческого языка. Но буквально вот в первые дни, когда я приехала, я стала слышать какие-то слова из греческого. Это меня вообще очень сильно поразило. Ну, например, здесь талоса – это волна, а на греческом талоса – это море. Потом здесь, например… Только не талоса, а талос. То, что здесь папучи – это… Тапочки. Тапочки, да. А в греческом языке папучи – это более обувь, более такое общее название. А знаешь, кто такой папучер? Да, я помню ролик с этим… Подкаблучник. Подкаблучник, да. То, что здесь вот мирисоты пахнуть, а миризо на греческом тоже пахнуть. И мне это вообще было такое, знаешь, как бы, да ладно, мне такие слова пригодились. В ТикТоке как-то наткнулся на одну девушку, она сказала, что все слова, которые ция, заканчиваются в русском языке, это все заимствованы из английского языка. Ну, не знаю, может быть. Вот дыню иногда называют пипун, да, а на греческом – пепони. То есть, ну, это значит так… Слушай, ну, греки тут недалеко, на самом деле, всего-то через Албанию проехать, да. Ну, в принципе, да. Ну, вот из французского языка я пока что только слово, ну, то, что здесь фотелья, да, кресло. А фотелья – это на французском кресло. Ну, вот это, ну, в принципе, больше… Ну, тоже, скорее всего, заимствовано. С французского языка как бы больше я… Ну, я знаю, что здесь очень много с… А, ну, вот, например, на греческом тысяч – это хилия, а на сербском – хилия, да, да. То есть, похоже. Я знаю, что здесь много немецкого языка, а мне немецкий почти не учила, я его не очень хорошо помню. Я учил целых три года, ничего не помню. А с английского, конечно, меня здесь прикалывают, как они вот это говорят, квалитетно, да, вот это вот… Качественно. Нет, вот они когда говорят «квалитетно», они каждую букву отстреливают просто, чтобы это было… Потому что чем качественнее скажешь, тем качественнее будет. Да, вот это компликованно, да, у них сложно, перфектно они любят говорить, «Инспирисон», вдохновленный, как «inspired» на английском, «экипа». Ну, «экип», правда, это, я не знаю, с английского или с французского «экип». Я не знаю. Это, кстати, наверное, с французского «тим» же, да, на английском «экип». Ну, да. Ну, то есть попадаются вот эти слова, они, конечно, когда ты знаешь несколько языков, тоже очень быстро помогают запоминать, но вот это вот, как они говорят, «квалитетно», «квалитетно» прямо у них. Как у тебя с пониманием языка в Хорватии, Боснии и Герцоговине? Вот в Боснии тяжело. У меня такое ощущение, как будто, знаешь, боснийцы, это вот, они вроде бы говорят на сербском языке, но как будто они камней в рот набрали и с этими камнями говорят. То есть я их вроде бы понимаю, но и не понимаю. Продолжается шейвинг. Почему? Тебе же босникам досталось. Почему? Они, опять-таки, блин, камней набрали в рот. Да нет, то есть вроде бы как бы понятно, вроде бы похоже, но понимать намного тяжелее. Я что-то, у меня вообще нету разницы, я как-то вот… Ну вот у меня там те разы, которые сталкивались, именно надо, когда было долго что-то выяснять. Вот прям, ну, может, я тогда где-то год и полтора года жила в Черногории, может, там недостаточно было знаний, сейчас, может быть, бы легче пошло. Ну, я вообще так, что они мне сейчас сказали о Хорватии? Слушай, я в Хорватии говорю на английском. Даже не потому, что не хочу разбираться в деталях. Чем можно говорить, чем нельзя? Да, вот эти все разницы. Я хочу просто говорить иногда по-английски. Этот язык тоже надо поддерживать, и поэтому я в Хорватии вообще перехожу на английский без сомнений. Ну, я их понимаю, понятное дело, что да. А что тебе удобнее, латиница или кириллица? Самый большой прикол в том, что я, когда ехала сюда, я думала, что удобнее будет латиница. И многие рассказывали, что ты как бы разделяешь два языка. То есть твой язык – это кириллица, а другой язык – это латиница. И огромный парадокс оказался в том, что мне латиница неудобна. Вот до сих пор, если написать, я напишу на кириллице. Читать в первое время мне было намного сложнее латиницей, разве что… Что ты можешь нормально кириллице написать «джи» и «чи»? Да, вот это… Как-то мне проще. А вот эти, с этими палочками, да, мне тоже не проще. Мне вот эти вот все, вот сюда-сюда эти палочки вот напрягают. Мне все достаточно просто. Вот, я прям читать, слушай, ну вот когда я стала готовить новости, а поскольку большинство ресурсов сербо-черногорноязычных латиницей, то, конечно, приходится читать латиницу. Стало немножко проще. Но это реально для меня было очень удивление, потому что для меня кириллица оказалась удобнее, чем латиница. У нас много фрилансеров смотрят. Как ты думаешь, фрилансеру нужно знать сербский язык, живя в Черногории? Нет, ну слушай, в любом случае страна, в которой ты живешь, язык знать надо. Чтобы в магазин сходить, объяснить что-нибудь. Но глобально, конечно, до идеального уровня, наверное, не надо. Если ты там с друзей черногорцев у тебя нет, с которыми ты постоянно общаешься, потому что так, мне кажется, какого-то среднего базового уровня вполне может хватить. Скажем так, если вы не хотите учить черногорский язык, если вы не хотите интегрироваться в культуру, вы совершенно спокойно можете прожить 10 лет в Черногории, не зная языка, вообще совершенно спокойно. В магазине просто ручками берете то, что нужно, пальчиком тыкаете, ну или в крайнем случае говорите по-английски. Так что если для вас принципиальное желание не учить сербский язык, вы можете его не учить и жить спокойно, работая на удаленном. Ну, понятное дело, что если вы собираетесь работать как-то связанно с туризмом, то тогда надо, потому что все равно будете пересекаться с черногорцами в каких-то вопросах, и тут уже надо знать. А ты смотришь фильмы на сербском? Читаешь ли книги и новости? Новости знаешь, что точно читаешь, а вот с фильмами и книгами? Вот, слушай, вот у меня на любом языке туго с тем, чтобы на другом языке смотреть и читать, потому что... Поэтому твои любимые друзья подарили тебе мост на Дрине, да? На сербском языке. На день рождения, да. Да, да. Чтобы ты просвещалась. Соколянская лет через 30, я ее прочитаю. Да. Наверное, я воспринимаю это как чтение и фильмы, как релакс, и на другом языке от меня это уже напряг становится, потому что все равно ты что-то не понимаешь, тебе надо полезть словарь, посмотреть это слово, там, кто-то смысл не понял. То есть я начинаю, у меня как-то мне подушка дарила какую-то книгу, мир не дани на клише, что-то там про проституток на бульваре клише. Я даже немножко прочитала, помню, да, знала даже, как будто сутенер, но уже забыла. Макро. Точно, да, 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 да. Я прям сегодня блещу знаниями сербского языка. Я периодически начинаю, но вот именно, наверное, благодаря новостям. Не спрашивайте, зачем мне это нужно, знать это слово. У нас вообще нет проституток в Черногории. Нет, я просто фильмы смотрел, сербские, там это слово бывает периодически. Ну да, оно такое макро тоже, запоминающееся. А новости, да, ну в основном это сербский язык, это из новостей идет. Спасибо тебе большое, что ты подготовила для нас сегодняшний выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Я вот для себя, по-моему... Мы не претендуем на академичность. Да, я вот теперь знаю, что... Самое интересное, что мы хотели, извини, что я тебя перебила, мы хотели снять ролик с человеком, который очень хорошо выучил сербский язык. Привет тебе, человек. Но он отказался сниматься у нас в ролике, он стесняется, потому что у нас была идея прям вот... Академика, можно так сказать, практически сербского языка позвать в кадр, но не получилось. Который еще может и по-сербски, и по-хорватски... И во всех диалектах разбирается, так что человек, ты подумай, мы тебя все еще ждем на нашем канале. Мы тут решили, да. Ты сейчас посмотришь, как это все было ужасно, и ты поймешь, что надо идти реабилитировать. Спасибо тебе большое за сегодняшний выпуск. Пишите комментарии, понравился вам, не понравился ролик. Ждем, когда нам... Сейчас нам матов черногорских напишут. Более профессионально нам расскажут про черногорский и сербский язык. В общем, ставим лайки, пишем комментарии ваше мнение о сегодняшнем ролике. Спасибо большое, увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok